Это Пхукет, известный курорт среди россиян. И наконец-то я сюда добралась, чтобы узнать, что же привлекает наших соотечественников здесь. Снимаю машину Toyota Yaris. Что сказать. Дорогое такси в Пхукете, поэтому взяла машинку вот так. Сейчас стоим в пробочке. И вот так вот я одна, 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 одна. Стоим в пробочке. Где-то 18 километров от главного торгового центра Пхукета. Вот я туда еду. Это паркет, короче. Центрального, центрального торгового места в Пхукете. И припарковании. Вот моя машина на сегодня. 78, 66, 300. Но у неё вот её нужно запирать ключиком. Представляете? Идём на шопинг. Я не понимаю, почему русские любят Пхукете. Это такая деревня большая. И тайцы не говорят по-английски. И редко даже кто понимает сколько там. How much. Или там exchange. Или там кофе, например. Или чай. Такие примитивные слова, когда делаешь ордер в ресторане. Они даже не понимают. И как бы здесь нет жизни. И всё дороже, например, чем в Куала-Лумпуре. Менее цивилизованно. И я понимаю, почему русские здесь как бы обособились. И живут своей общиной. И используют их пляжи, конечно. Но опять же, здесь нет инфраструктуры. Здесь магазины какое-то поддельное золото. Там они говорят, кто говорит там 22, 23 пробы. Кто говорит там 24 пробы. Ну, не делают золото в украшениях из 24 пробы. Это как бы чистое золото, да? То есть, когда я у них это спрашиваю, они так улыбаются невинно. И, короче, не под мой зелёный чай. А, фруктовый чай. Не под копаешься. Вот. Одежда такая пляжная продаётся. Шоппинг никакой. Кроме там шлёпы. Какие-то спортивные ботиночки можно купить. В Куала-Лумпуре всё более стильно, более качественно. И даже чуть-чуть дешевле местами. Вот. Я, например, сравниваю вот этот маленький торговый центр, который называется Central Festival. Central Festival Phuket. И самый лучший, наверное, торговый центр Куала-Лумпура. Familiar. Вот. Поверьте, здесь цены на простые бренды даже чуть выше. Поэтому качества совсем никакое. Люксовых брендов я пока ещё здесь не увидела. Здесь есть какие-то аутлеты, но говорят, что тоже только спортивные там или пляжные. Какое-то. Нету нормальных вещей для нормального городского человека. Нужно очень быть терпеливым, чтобы жить в Таиланде. Или очень нуждаться, чтобы жить здесь. Вот. Такси, например, от моего отеля до вот этого торгового центра стоило мне 800 бат. Должно было стоить мне 800 бат. А аренда машины 1000 бат. Какие-то здесь живут русские без блеска в глазах. Они как бы немножко на релаксе. Они такие сонные. Они никакие. Они ничего там видимо. Уехали в тепло и не хотят ничего добиваться. И в жизни и вообще. То есть, ну жить на пляже это скучно на самом деле. Ну сколько ты пролежишь на пляже. Сколько ты там протусуешься в массаже. Сколько там это можно всё вообще терпеть. Поэтому люди, не будем показывать этих дядей. Поэтому люди как бы, они как бы потеряны. Это дама от русского магазина, в котором есть только молочка, которую я не ем. И ряженки всякие. И кефир тоже я не ем. Пельмени и творог я не ем. Таких никакой выпечки нет. Всё замороженное. Всё вот такое. Капуста ещё сцерва. Но это не актуально мне сейчас. Я хотела посмотреть халву и чёрный хлеб. И не нашла. Короче, вот так в Кукете. Русский магазин это одно название. Там стоят всего лишь два холодильника. Ну, как есть. Что и следующая дестонация. Поедем-ка мы в Русский остров. У Ксения меня не прогремилась. Поэтому я там есть не стала. А только по пути я увидела большого бульту наверху. Вот я туда сейчас и поеду, пока солнце ещё не село. Анна. Реклама. Да, по пути я не зрела большого бульта. Не смотрит. Да, поры, поры. Вернее, поры. Субтитры делал DimaTorzok 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 чтобы мальчик подкачивал уже к лесу, поэтому решила, что пусть лучше будет. И поехала на пляж. Это национальный заповедник, посмотреть пляжную жизнь и поесть все-таки в каком-нибудь ресторанчике на пляже, чтобы сравнить. Это оно. Новое. Ну, народа немного. Погода прохладная. Наверное, градуса 27 и ветер очень такой прохладный. Вот так. Вот, я прислушалась к мнению моих друзей. И теперь крашу губы даже в тропиках, на пляж. Вот так вот. Купила помаду, видите. Ну как? С любовью из Пхукета. Из национального парка Синий Whatever. Вот это маленький ресторанчик, вот такой, так хорошо там кормят европейский, называется Санг, рядом с Ни Янг Ресорт Спа. Сегодня все-таки я решила заглянуть на пляж и понять эту жизнь такую пляжную. Вот сижу в кафе, где хотя бы есть такое европейзированное кафе, где есть хотя бы кофемашина, да, что сделали мне нормальный кофе, в принципе. И подход коконат. Коконат, кстати, у них тоже есть, но у них очень холодное. Я ему говорю, принесите мне теплый, ну нормальный коконат, вон через дорогу, пойдите купите. Мальчик загрузился, официант, ну, сказал, хорошо, 50 бат. Пошел и купил. Принес, и вот я потому что ничего холодного не пью. Это я нахожусь в национальном парке, где абсолютно такой релакс у них у всех, такие продавцы им сидят, там своих этих, такой массаж делают на улице публично. Мне говорят, приходите делать массаж. Я говорю, у вас тут написано все тело делать. Как же делать все тело, если у вас ни стен, ни занавесок, ничего нет. Я говорю, раздеваться нужно? Они говорят, да. Я говорю, ну а как же вот так? Они говорят, ну тут вообще-то все в купальниках, поэтому. Я говорю, ну я-то не в купальнике. Тайка загрузилась. Я говорю, мне это надо снимать будет? Они говорят, ну да. Я говорю, а я у вас тут парковочку, я правда их парковочку поиспользую, но заплачу им чего-нибудь. Не буду я у них делать массаж, потому что помыться перед аэропортом уже негде. После массажа я обязательно моюсь, потому что антисанитария может там, сами понимаете. И, кстати, массажные салоны – самый лучший переносчик грибков. В таком климате от этого нужно очень и очень беречься. Поэтому я тут посняла людей на пляже, которые прям даже не на шезлонге лежат. И это на самом деле опасно. То есть у них ноги в песке. Нужно понимать, что через этот песок вбуравливаются в тело паразиты. Вообще море такое, немножко мутное море, но не такое прям уж вот как на Баунте. В принципе, лет 10 назад я бы сказала, что нормальные. Но сейчас я так и не скажу, потому что море должно быть реально идеально чистым. Какой-то очень эксклюзивный остров, либо отель. Честно говоря, они очень понимают такую жизнь. Все ходят голые, обнаженные в купальниках. И понятно, что пляж. Но не так уж и жарко. Где-то градусов 27. И ветер прохладный. И мне вот не было жарко в майке. Я даже хотела так кофточку надеть. Но подумала, зачем уж так выделяться-то. Что-то, как бы кондиционера хотя бы нету. Все кафешки открыты. Веранда. Все это продувает. Поэтому нормально. Лето, лето и плюс 25 меня не тянет в море. Меня не тянет куда-то там купаться. И на какие-то там помпасы. Или там раздеваться и так далее. И плюс 30 я хожу в брюках. Сегодня, правда, делай шлепки такие. Как они называются у нас сланцы. Здесь вот это классно. Что сказать? Классно на часок заехать. И уже лететь домой, где там дела. И вообще... Не знаю, почему-то такая атмосфера, вот такого релакса. У меня ощущение, что не идет энергия. Что она меня не подзаряжает. Она меня расхолаживает. И как-то вот... Энергия уходит, кстати. Как-то теряется в пространстве. И жизнь, когда вот я, например, живу не в городе, мне нужна городская энергия. Это я поняла здесь. Потому что Пинанг – это деревня одна за другой. Вот. И совсем не мое. И... Мне нужна городская энергия. Мне же события. Мне нужно куда-то там собираться, общаться. Мне нужно с людьми там... Коммуницировать. Там «Вау!» Говорить. Там фоткаться. И что-то такое. Это подзаряжает. Общение с людьми, которые тебя знают, которые тебя ждут, которые тебя рады видеть на событиях, и с которыми ты приходишь изо дня в день. И как бы так... Ну-ну-ну-ну. Как дела и так далее. И у меня таких людей несколько сотен. Потому что в Мирхуа-Лумпуре и в Маниле я приеду на любое событие, меня половина из приглашенных знает. А те, кто не знает, сразу же знакомятся. Так что мне даже порой поесть некогда на мероприятиях, потому что вот я такая светская ланч в этом таком кафешке. Называется «Сан». Очень меня порадовало, потому что Сибас был настоящий и только что пожаренный, не маринованный и точно не старый, как вчера в Хаяте. Вот. Картошка была тоже настоящая. Видимо, русские приутили делать настоящую картошку. Пюре. Вот. И, в общем-то, все было приятно за половину цены. Так что Ялту, Ялту, я выделена сегодня по сравнению с Хаятом. Вот вам как бы уровень. В ланче иду к машинке и уже пора в аэропорт. Еще немножко проедусь по этому парку, потому что хочется посмотреть и такая красивая природа здесь. Это Национальный Пулпарк Синии. Никак не запоминаю его название, потом посмотрю в Микипедии и Google знает все. Так. Какой-то хороший. Национальный Пулпарк Синии. Пока. Пока. Субтитры делал DimaTorzok В аэропорту Пхукета все сделано, граница пройдена, ожидаю рейс на Куала-Лумпур Мой дорогой Куала-Лумпур, уже соскучилась за несколько дней здесь Машину сдала очень быстро, за буквально пару минут, проверили минуту И на той же машине довезли до аэропорта 3 минуты Очень рекомендую car rent 1000 бат за день, плюс бензин, сама заливаешь И никаких там подводных камней, никаких undercharge и депозитов и так далее По кредитной карте, паспорт и хватительские права, конечно Причем любой страны, международных не нужно Главное, чтобы они были на английском языке Рядом со мной проходят туристы, которые в шортах и маечках Вот и... Я от них отличаюсь, делово-спортивным видом И уж точно белизной кожи Потому что кожу я свою люблю, берегу ее И точно не буду позволять солнцу ее портить В жизни и так слишком много вредных вещей, которые портят Которые портят нам жизнь Люди не понимают, это их выбор Мы всегда будем молодые А кто жарится на солнце, ну пусть постареет И все хорошо Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok